Совещание директоров школ состоял в Центре традиционной культуры народа в России «Водник». Вел совещание начальник управления образования в Севертовском районе Абдуллахан Магомедович Абдулаев. Озвучивая повестку дня совещания, Абдуллахан Магомедович обозначил два основных вопроса. Мы и на областном совещании, и во всех наших встречах этот вопрос обсуждаем. И мы успешно в прошлом году провели реализацию стандартного образования стандарта. И у меня нет ничего сомнения, что в этом году, а вот в этом слове пойдет, хуже чем в этом году, я думаю, что лучше. Потому что, вы знаете, мы сделали кое-какие замечания некоторым коллегам наших, по итогам последнего государства, мы говорили, что вы обсудили этот вопрос на совещании, где возглавлял совещание глава муниципального образования в Севертовском районе, с участием всех заинтересованных лиц, в соответствии с администрацией, в Севертовском районе. Сегодняшний вопрос у нас состоит об представлении дошкольного образовательного стандарта. Вы знаете реализацию указа президента Российской Федерации об обеспечении дошкольным образовательным учреждениям, а также представления дошкольного образовательного стандарта в Российской Федерации по 16-100%. Мы, так как являемся в Севертовском районе, субъектом Российской Федерации, и в Севертовском районе является муниципальным районом Республики Регистан, наша задача реализации указа президента Российской Федерации и представления дошкольного образовательного стандарта, так как мы не имеем возможности представить места в дошкольных образовательных учреждениях, то есть, как мы раньше называли этот детский стандарт. Мы в Совете управления образованием и в Совете управления образованием, потом, обсуждая наши предложения на работе с участием специалистов управления образованием, внести предложение главе муниципального образования об открытии кратковременных курсов в образовательных учреждениях. Кратковые курсы – это два часа времени, учебические часы и представить стандарт для школы каждого населенного города. Для этого нам были такие предложения. Да, вопрос будет стоять финансированный, вопрос будет стоять кадровый вопрос. Кадровый вопрос мы решили в такой форме. У нас есть в школе пионер-важатого, у нас есть в школе социальные педагоги, у нас есть в школе психологи. Наконец-то есть библиотека, который мечтает загружение личности. Нам было дано предложение главы муниципального образования, чтобы он вносил это предложение на собрание депутатов района, обсудили вопрос на собрание депутатов района и мы исходили буквально с 15 числа реализовать этот стандарт. Зашел одной единицей, которую я уже перечислил. Вам что необходимо? Вам необходимо. Определить образовательный лицензий этих категорий людей, которые мы перечислили. И поручили. То есть образовательный лицензий это говорит о дипломе начальных классов, про право преподавания начальных классов. Определить единицу для преподавания кратковое время курсов в школе. Возникает вопрос, а что делает социальный педагог, если он был диплом начальных классов, если он будет вести его работу? Надо поручить психологу. Или наоборот, если психолог имеет, значит поручить социальный педагог. Или пионер вожатый, который имеет образование начальных классов, поручит его работу вожатой для лиц той категории, которая осталась. Это нам необходимо. Для чего это мы делаем? Для того, что мы говорим о подгляде образования. Глава республики подчеркнул эти вопросы на Дагестанском совещании учителей республики Дагестан. Много делается, я уже много раз повторяю, руководитель федерального органа приезжает в Дагестан пятый раз. Дагестан обозначен регионом, который образовательный на низком уровне. И поэтому поднять качество образования, поднять правовую культуру подрастающих поколений – это наша основная задача, так как мы выбрали себе такую профессию. Без реализации дошкольной образовательной стандарта вы, педагогов, вы знаете переход в начальнюю школьную образовательную стандарту. Это невозможно. Ребенок, вы знаете сегодняшнюю программу, как оставленную начальнюю школу. Сложнейшая программа. Поэтому предусмотрено в учреждениях реализация этой программы. Сейчас, сегодня мы на совещании аппаратов и правильной образовательной обсуждали вопрос о реализации этого стандарта. То есть, со второго класса начинается уже английский язык. Мы это с вами реализуем. В первом классе сложнейшая программа. Поэтому, чтобы наши дети прошли в первый класс с достойным уровнем, вы знаете, уровень дошкольной образовательной стандарта согласно федеральному закону об образовании, обозначен как уровень образования. Как начальный, средний, высший и так далее, и так далее. Поэтому, нам необходимо, уважаемые коллеги, к этому вопросу относиться более стандарта. И вы знаете, мы с вами делаем огромную работу. У нас сейчас составляет 15,5% от больших числа нуждающихся для представления этого образования. 15,5%. Мы реализуем этот проект, который мы разработали вместе с вами. У нас идет охват 100% детей, которые в следующем году пойдут в школу. Это мы представляем на школьном стандарте. Детям 900, мы так грубо и расшелки сделали, более 1850 детей. Считайте, что в следующем году дети в первый класс пойдут уже подготовлены. Полностью подготовлены. И показатели Республики Дагестана. Нам это тоже важный вопрос. Когда оценивают показатели эффективности работы наши с вами главы района, это, конечно, учитывается один из критерий, которые мы помещаем на местном уровне. На совещании было озвучено, что вопросы актуализации земельных участков стоят более чем остро. И это требования главы нашей Республики Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова. И самая главная интеллигенция нашего района, педагогическая, должна это понимать, заявил Абдулла Абдулаев. Коллеги, это вопрос на контроле главы Республики Дагестана. Вы знаете, для чего этот вопрос вообще идет реализация Республики Дагестана. Это не только Республика Дагестана, это в целом стране, Российской Федерации. Идет актуализация земельных участков. Людям дано право приватизировать собственность свою за бесплатно, практически за бесплатно. Узаконить свои землевладения или домовладения узаконить. У нас с вами этот вопрос на очень слабом уровне. Вот сейчас, придя в образовательное учреждение, надо собрать информацию о каждом учителе. Мы сегодня обсуждали этот вопрос на аппаратное совещание управления образования. Ответственно обозначили каждый курильщий инспектор. Они вам покоя не дадут. Поэтому, стопроцентно, это просто надо решить. Вы знаете, вы можете смело говорить, это указание руководства района. Вы можете сделать немножко медленное императивное воздействие к вопросам заработной платы. Нет. Пока вы не сделаете. Есть такие требования. Если нас требуют, мы тоже должны требовать. После обсуждения рабочих вопросов, Абдулла Ханганович Абдулаев закрыл совещание директоров учебных заведений Хасаюртовского района. Спасибо. Спасибо. Спасибо.